Здравствуйте дорогие друзья с вами снова Елена. Продолжаем говорить о знаке рак, а также ищем пути для его быстрого выздоровления, что ему необходимо, где ему черпать силы, на что поднажать для того, чтобы как говорится этот путь был не тернист, а скорб и так сказать с хорошими результатами. Как правило, когда начинаешь подыскивать эти вот моменты, опираешься на народную медицину, этому мы посмотрели как бы частично второе видео, ну и надо еще подумать, на что бы можно было тут обратить внимание. Ну и естественно продукты питания, без которых не может существовать ни один человек, и правильное сбалансирование с астрологической точки меню может стать не только вкусным обедом, но соответственно еще и правильным сырьем для работы организма. Это раз. И прежде всего дом, в котором мы живем. Мы когда создаем этот дом, это может быть дом частный, квартира и так далее, мы создаем определенный интерьер по своему взгляду и понятию на эту жизнь. И препятствовать друг другу по созданию этого интерьера категорически воспрещено. Я уже в который раз говорю, но создавая видео для определенного знака, еще раз повторяюсь. Почему? Потому что, дорогие мои друзья, мы не можем одинаково себя комфортно чувствовать в интерьере, который нам чужд. Правильно? Кому-то нужны комоды для того, чтобы чувствовать счастье, кому-то нужно открытое пространство. Поэтому, если площадь позволяет и предполагается, что будет несколько комнат, я считаю целесообразнее предоставить каждому члену семьи создать свой мирок в отдельной комнате, в котором он будет оздоравливаться, чувствовать себя хорошо, потому что от атмосферы в доме, от обстановки в доме, как все выглядит, и даже от цвета стен, зависит многое, в том числе и выздоровление человека, и комфорт от присутствия его в доме. Поэтому это вещи совершенно не лишние для обсуждения. А коль мы сейчас зацепили знак рак, то обо всем этом поговорим. Начнем, конечно, с астрологического меню, которое у него богатое, вкусное и невероятно полезное. Прежде чем мы непосредственно обратимся к перечню продуктов, прежде всего, дорогие мои друзья, поговорим о самом процессе питания с точки зрения рака. Дело в том, что рак всегда недоволен своей внешностью. Мы уже говорили, что, возможно, отеки, которые его преследуют, дутловатость, какие-то неосторожные слова, недоброжелатели, которые брякнули, что он, допустим, толстый или еще так далее, могут сподвинуть рака к тому, что он начнет задумываться о том, а не сделать ли себя худым или еще там чего-нибудь не отточить ли нам фигуру путем диет. Ну и вот я могу сказать, дорогие мои друзья, что знак рака и диета – это малосовместимые вещи. А с чем это связано? Нет, волевое решение у рака тоже может присутствовать. Он сказал, я хочу, и он за это дело взялся с невероятным рвением и тщанием. Но острые ограничения и жесткие установки «это тебе нельзя» накапливаются в подсознании нашего рака. Какое-то время он терпит, мужественно себе во всем отказывает, но мозг все время считает это количество ограничений. Поскольку ограничения для самого рака невозможны, как для знака, он категорически насилие и урезание со стороны не терпит, то даже тогда, когда он это пытается сам себе установить, для его организма так же невыносимо, как если бы это делала со стороны. Сказала ведь Ивата, но надеюсь, вы понимаете. Мозг начинает потихонечку возмущаться. «Ах, мне нельзя!» А вот сейчас я... И тут приходит тот момент, когда сорвавшийся с цепи рак бросается к холодильнику, и то, чего ему было нельзя, и то, от чего он так мучительно отказывался, и уже, как бы, залось бы, были результаты, все это сметено с лица земли, он начинает метать все, что ему только заблагорассудится, ни о каких диетах даже не стоит вопрос. Он срывается и восстанавливает не только то, что сбросил, но еще приумножает с утроенной силой. Такова сущность знака рака. Чем больше нельзя, тем больше хочется, и рано или поздно он срывается. Поэтому, дорогие мои друзья, диеты в том виде, в котором нам их прописывают, жесткое ограничение избавления от чего-либо себя полностью, для рака не подходит по определению. Да, будь он гигант, созданный из камня и бетона, все равно, рано или поздно, его эта идея доведет до того, что он сорвется и приумножит то, что так мучительно сгонял. Поэтому не стоит экспериментировать, дорогие мои друзья, для вас есть другая методика. Может быть, просто ограничить порцию и жать на те продукты, которые для вас не только полезны, но и не перегрузят в смысле бочков, если вы пожелаете за таковыми последить. Но это не будет жесткая диета, основанная на ограничении. Это будет просто сбалансированное питание. Итак, вот эту погубную практику несколько дней голодать, потом также мучительно срываться и отъедаться, мы отставили в сторону. Помните, что нам надо жать, дорогие раки, на низкокалорийное питание. Но, поверьте мне, в низкокалорийном питании, если его правильно поставить на широкую ногу, есть тоже величайший для вас плюс. И самое главное, помните, что вам нужно питаться очень часто, но понемногу. В этом залог того, чтобы сохранить фигуру раз и не испытывать приступов неукротимого голода, это два. Поэтому, конечно, вы скажете, а мы на работе и не можем есть. Ну, тогда придется запастись, дорогие мои друзья, пакетиком грецких орехов, например, тем же самым изюмом, о котором мы говорили, и устраивать себе незаметные перекусы, просто похрустеть, пожевать что-нибудь, для того, чтобы укротить голод, и чтобы вы потом, когда у вас появится возможность откушать, случайно не накушали себе лишних калорий. Вот именно из-за того, что это будут частые перекусы, у вас не будет зверского голода, который вы будете потом утолять ложкой и вилкой, создавая себе дополнительные трудности. Надо не допустить зверского голода, который не контролирует калории. Поэтому маленькие перекусы для вас единственное спасение. Итак, с этим мы разобрались. Значит, мы кушаем часто и понемногу. По возможности утоляя голод. Это первое. Второе. Вторит кальция. Ну вот, где его брать? Вот я уже вам говорила за это вещество. Самые большие поставщики, конечно, это молоко, это сыр, йогурт, молочные кислые продукты и так далее. Но, к сожалению, все, что полезно, в горло не полезло. Раки имеют многие стойкое предубеждение и неприятие к молочным продуктам. Вот здесь, как говорится, испытание заложено в самом процессе. Но не любят они молочные продукты. И именно эти продукты им жизненно необходимы. Поэтому, дорогие мои друзья, либо через не могу, но сыр, сыр там можно начать употреблять, если вам не подходит молоко, йогурт, ну хотя бы пробуйте жать на сыр. Конечно, не килограммами, грамм 30-40 в день, но этот сыр должен поступать. Потому что, если это вещество вам жизненно необходимо, надо все-таки смириться с тем, что придется получать его из продуктов, для того, чтобы потом дополнительно не пользоваться инъекциями. Потому что, если этого вещества нет, пойдет дисбаланс в вашем организме. Поэтому хотя бы сыр. Как вариант, допустим, помимо молока и сыра, могу предложить вам еще яйца, ржаной хлеб, капуста, особенно савойская. Если никогда не пробовали, попробуйте. В конце концов, она невероятно для вас полезна. Но эти продукты должны у вас появляться. Ну и морская рыба. Значит, рыбы вас уговаривать не нужно. Поскольку вы водяной знак, то ваша стихия вам приоритеты диктует. Я больше, чем уверена, что к рыбе вы неравнодушны. Рыба, это замечательно в вашем меню. И относится тоже к низкокалорийным. Конечно, если вы не употребляете сутродонную чесенгу или палтус, которых низкокалорийными, конечно, не назовешь. Но судак и любая морская рыба, там морской окунь и так далее. И там, я знаю, скумбрия жирновато, конечно, аставрида для вас. Но, например, тот же самый ментайхир. Это замечательное, можно сказать, меню для вас. Так что жмите на него в полной мере. И там можете себя особо не ограничивать. Во-первых, и кальций, и фосфор. И относительно все-таки это низкокалорийный сорта рыбы. Так что можете себя побаловать и ни в чем не ограничивать. Раки и креветки, это ваше любимое лакомство. В принципе, можете тоже на него сжать. Что касается рыбы, и, собственно говоря, могу сказать, что если бы вам на стол положили бы рыбу в разных видах, например, отварную, жареную, копченую или в виде таранки, вы бы предпочлили то, что посолонее. Склонность к соленому у вас огромна. Но и склонность к отекам к этому прикладывается. Потому что соль еще дополнительно задерживает влагу в организме. Соответственно, у вас постоянно мешки под глазами, в щечках вода, везде вода. Но это, так сказать, ваше пристрастие к соленому. Тут уже по тексту вытекает, дорогие мои друзья, что с солененьким придется все-таки побороться. А вот рыбу во всех остальных видах милости прошу. Копченая, если у вас уже подорван желудок, к сожалению, тоже отставляем. И так у вас в основном. Отварная рыба, если она вам противна, то раки и креветки в отварном виде, которые вы нежно любите, это правильно, это хорошо. И если у вас к этому есть доступ, тут себя можете не ограничивать ни в чем. Ешьте сколько хотите. И полезно, и приятно, и по всем обстоятельствам это ваше астрологическое меню. Учитывая медленный обмен веществ, дорогие мои друзья, надо так построить ваше меню, чтобы было и как бы обильно, вот как мы только что говорили, что рыба, например, в том же отварном или притомленном, так сказать, не сильно зажаренном до сухаря, а так сказать, умеренно обжаренная рыба, это то, что вам необходимо. Правильно? Креветки там, рыба и прочее. А если поговорить о мясе, то, конечно, это мясо птицы, облегченное. В конце концов, отварная телятина и так далее. Свинина и говядина, в силу обстоятельств вашего пищеварения, к сожалению, для вас слишком тяжело. Вы можете себя баловать, но если уже брать свинину, то лучше ее отварите и добавьте там в какой-нибудь салат к тем же самым овощам, это вкусно, питательно, полезно. Да, можете есть ее в жареном виде периодически, но помните, что для вашего желудка это все равно, что вы туда положили гранитный камушек и будете долго ждать, когда он ее, наконец, перегрызет, перетрет и перемелет. Процессы для вашего организма достаточно тяжелые, но если вы не сильно о нем переживаете, то можете и есть жареную свинину. Все равно последнее слово за вами, дорогие мои друзья. Но если мы рассматриваем с точки зрения астрологического меню, я бы вам, конечно, посоветовала больше жать на птичье мясо, а также на мясо рыбы. Если мы рассматриваем питание нашего знака рак, то надо уже быть откровенным до конца и надо сказать, что именно этот знак в основном заедает своей депрессией. И вот, когда он может набрать излишние килограммы, которые легче набрать, чем сбросить, это когда он находится в состоянии нервного потрясения, тоски, неудовлетворенности жизни и прочее. В этот момент у него возникает неукротимый голос. Голод такова, психосоматика, работа его организма. Чем больше тоскует рак, тем больше ему хочется есть. Тут, к сожалению, надо тоже тогда понимать, что будем есть, если мы затасковали. Что предложить депрессирующему раку, для того, чтобы он случайно не съел лишнего и не проводил больше времени у холодильника, чем в других местах. Дорогие мои друзья, опять же, нужно тогда запасаться низкокалорийными продуктами. Если чувствуете, что ваше душевное равновесие нарушено и неукротимый голод стоит у вас за спиной, у вас должно быть в холодильнике только то, что можно есть и при этом не привешивать. Вот, например, морская капуста. Невероятно полезная для вас вещь. Вы ее еще не пробовали? Попробуйте, может она вам понравится. Если чувствуете, что для вас настали такие времена, все, что жирненькое, калорийное, исключительно углеводистое, сладкое, на которое вас в этот момент неукротимо тянет, должны быть ликвидированы. Поскольку совладать вы с собой не можете, оставьте там только то, что необходимо. Например, забейте холодильник цитрусовыми. Апельсины, лимоны вам невероятно полезны. Лимон, как у талине голода, конечно, весьма сомнительный, но зато им можно, например, оросить тоже морскую капусту в виде салата или, рыба, которая у вас там будет лежать и так далее. Найдете возможность применить его. Апельсины весьма полезны и ориентированы на вас по разным обстоятельствам. Очень вам рекомендую. Орехи, изюм, пусть это лучше перекусывайте, ешьте уже в конце концов, если не можете остановиться. Голод будет притушиваться, потому что по-другому это не может быть по обстоятельствам. польза будет велика, очень рекомендую удержаться от заедания стресса. Для вас не особо представляется возможным, но хотя бы ешьте в этот момент то, что вам полезно. Так будет лучше. Я, конечно, могу еще вам, как вариант, предложить тыкву, которая невероятно вам полезна по разным обстоятельствам и по обмену веществ и так далее. Но тыква продукт, который надо научиться есть. Я очень грущу, что полезные продукты у нас исторически в меню редко попадают по разным обстоятельствам. Есть страны, которые заточены на эти продукты и поскольку их подают человеку с детства, они, естественно, входят в его меню, поэтому они такие здоровенькие и замечательные. Нам же надо уговаривать, упрашивать для того, что мы это полезно ели. Но если вам все-таки нужны рекомендации, дорогие мои друзья, то тыква в любом виде, вареном, печеном, присахареном, припудренном или сделанном в виде корейской морковки вам невероятно полезна. Посмотрите на эту тыкву как на морковь в конце концов. Дело в том, что когда делаешь салат по-корейски, вместо морковки берешь тыкву, мало чем тыква там отличается от морковки. Рекомендую попробовать. Во всяком случае, это невероятно для вас будет полезно. Итак, придется вам, дорогие мои, смириться, особенно в те периоды, когда у вас неукротимый голод из-за собственной неудовлетворенности, что вам придется питаться в основном овощами и фруктами. И они здесь названы. Могу еще в дополнение определить лук, который вам очень полезен во всех видах, печеным, жареным, в общем-то, и сыром виде. Так что, тоже очень и очень рекомендую. Как говорится, набор продуктов небольшой, но если к этому еще добавить мясо птицы и рыбу или креветки, то, в принципе, можете есть это в полной мере, заедать свой стресс. При этом, при всем будете чувствовать себя более-менее в облегченном варианте. На боках это может не сказаться. В дополнение вам изюм и орехи, по-моему, и немного сыра. Вот и заедайте в свое удовольствие, если уже не в моготу. Дело в том, что тут же, вот опять же, вот это заедание стресса, оно так и называется, заедание стресса. Как только приходит душевное равновесие, этот неукротимый голод уходит сам с собой. Поэтому просто дождитесь этого момента, а медитация вам позволит сократить этот период вашей внутренней неудовлетворенности и депрессии до минимума. Просто почаще себе напоминайте, что не столько там не так страшен черт, как его молюют. Это как раз, по-моему, поговорка придумана для вас. Поэтому вот ею и пользуйтесь моменты, когда вы чувствуете, что вы позаброшенные, нелюбимые, что вами все пренебрегают, что жизнь это не то, что вы о ней думали и так далее и так подобное. Ваши печальные размышления, которые вы любите заедать чем-то вкусненьким и сладеньким. Все это глупости, дорогие мои друзья, созданные вашей фантазией и вашими иллюзиями. И еще правильно составляйте трапезу в дни ваших огорчений или вашей радости. Вам нужно всегда пользоваться одним принципом. Даже если у вас предполагается сегодня на обед жаркое, это жаркое вы заслуженно можете съесть. Но перед тем, как вы его съедите, вы должны сначала скушать салат из овощей. И вот когда вы его съедите, только тогда приступайте к жаркому. Вы увидите одну маленькую тенденцию. Салат вас насытит и жаркого вы съедите в два раза меньше, чем обычно. Если бы с него начали, а потом бы уже мутным взором разглядывали салат. Вот вам надо делать с точностью наоборот. Сначала вы насыщаетесь низкокалорийной едой, а потом в оставшееся место вкладываете то, что пожирнее. Таким образом вы сохраните прекрасный цвет лица, великолепную фигуру и, собственно говоря, научитесь правильно питаться. По-другому для вас никак. И еще я вам предлагала разные травы, которые созданы буквально для вас. Упоминался розмарин. Но я могу добавить сюда еще шалфей. Дорогие мои друзья, шалфей продается в аптечных киосках. Никакой супер экзотической травкой для вас не является. Если у вас есть иностранные друзья, они могут вам привезти южный шалфей, который называется мирами. Вот я, например, своих знакомых иорданцев прошу, они мне привозят. Это южная разновидность, у нас ее нет. Но этот чай из шалфея, это буквально созданное для вас вещество. Для желудка прекрасен. Кстати, наши иностранные экзотические гости его так и используют, когда у них желудочные проблемы. А к вам оно относится напрямую, дорогие мои друзья. Это можно заваривать вместе с обыкновенным чаем. Забрасывайте, сдабривайте сахаром. Это вкусно, полезно и замечательно. Так что рекомендую. если вы такой чай будете брать с собой на работу или куда-нибудь на выезд, на природе его употребите, цены вам не будет, дорогие мои друзья. И организм вас будет просто петь. Я это знаю, потому что по-другому быть просто не может, потому что эти травки стрологически призваны защищать ваше здоровье. И вы в конце концов о них должны знать. Ну что ж, дорогие мои друзья, я думаю, что у нас с вами был плодотворный такой момент. Мы поговорили с вами о питании, но нельзя же говорить только о питании. Надо еще упомянуть, например, дыхательные упражнения, которые невероятно могут вас с позитивом настроить на то, чтобы ваши силы восстанавливались. Есть такое дыхательное упражнение для вас, тем более выполнить его проще не бывает. Дело в том, чтобы выполнить это упражнение, вам потребуется домашняя обстановка или, например, где-то выезд на природу. Там тоже не пропускайте этот момент, когда можно сделать это дыхательное упражнение. Сделать его проще не бывает. Все зависит только от вашего настроя и вы должны твердо стоять на ногах. Ну вот, например, вы принимаете душ, установились так хорошо, плечи отвели назад, закрыли глаза. На вас низвергается вода. Вы вдыхаете влажный воздух и делаете это определенным образом. Ритмично, медленно вдыхаете, без всякого счета и прочее. И также ритмично, медленно выдыхаете. Вот в этой медлительности и также в этой ритмичности закладывается весь успех для вас дыхательного упражнения. Поскольку ваша стихия вода рядом с вами, вот вы сейчас или ванну принимаете, собственно говоря, но вы должны стоять на ногах в этот момент, или лучше душ. Вот. Или вы на природе возле водоема, вы просто закрываете глаза, отводите плечи назад, расслабляетесь и медленно с наслаждением вдыхаете и также медленно с наслаждением выдыхаете. Вот и все ваши дыхательные упражнения. Но невероятно помогает. Особенно в совокупности с влагой, исходящей от воды, когда вы принимаете свою водную процедуру. В этом второй плюс этих дыхательных упражнений. Поэтому рекомендую. Вам вода, с одной стороны, она вас перегружает, когда в виде отеков, да, с одной стороны, а с другой, она вам жизненно необходима. Поэтому то, что необходимо, создаем искусственно, спокойно дышим, влажным воздухом. Особенно это, конечно же, полезно, дорогие мои друзья, если вы поехали отдыхать куда-то, к морю или там пикник, водоем, вот там, стоя возле природного водоема, при вдыхании этого воздуха, даже если вам кажется, что вы вдыхаете сухой воздух, однако же испарение воды существует, это вас будет невероятно заряжать. Ну, а теперь в конце, так сказать, как всегда, о вашем жилище, в котором вам будет максимально комфортно и жить, и выздоравливать, если не дай бог на вас эта болезнь все-таки низверглась. Поэтому поговорим немножко о вашем интерьере, о том, что вам полезно видеть вокруг себя, для того, чтобы почувствовать уверенным себя, защищенным. тем более, ведь речь идет о ваших исконных взглядах на жизнь. Рак отвечает за сам дом как таковой, за его уют, поэтому для знака рака очень важно, в каком он интерьере живет, как он видит этот свой дом, как его воспринимают близкие, насколько они участливы к его судьбе и так далее, поскольку это его исконные, традиционные задачи, с которыми он приходит в этот мир. Если спросить рака, как ты себе видишь этот идеальный свой дом, конечно, это частный дом, и обязательно где-нибудь возле водоема, возле моря, возле реки, возле озера, возле лужи, но чтобы это была вода, и чтобы он ее увидел всегда, когда ему только возникнет желание ее увидеть. Поэтому в данном случае идеальный дом рака это всегда возле водоема, где ему хорошо, где он видит эту гладь воды и приходит от нее в полную приятную пространство. Но не всем так везет, чтобы поселиться у воды и наслаждаться. Тогда существуют вещи, которые в интерьере имитируют воду. Это большое количество зеркал. И если дать волю раку, он, конечно, все стены сделает зеркальными, и не потому, что он любит свое несравненное изображение форсить и ходить вокруг этих зеркал, поглядывая, какой я сегодня необыкновенно красивый. И гладь зеркала напоминает гладь воды. И пристрастие рака к зеркальным поверхностям связано именно с этим. Плавные изгибы у мебели, которые тоже чем-то напоминают волну. Большое количество ламбрикенов, которые своими драпировками имитируют тоже волны. Складки мягкие на гардинах, которые он любит создавать, это тоже своего рода пристрастие к водным пространствам, пристрастие к синему цвету, голубому, то есть ко всем цветам воды. Это тоже свойство рака, потому что даже не отдавая себе отчета, он пытается создать вокруг себя водную стихию. Среди плавных линий перетекающих и изгибов всякого рода зеркальных поверхностей он чувствует себя в некотором водном мире. Естественно, как объект аквариума ему невероятно полезен по разным обстоятельствам. Во-первых, влажность в квартире повышает, и потом рак в сухих атмосферах, особенно когда зимой ородуют батареи, когда этот сухой воздух выходит, а ему не хватает влаги, он себя чувствует не очень хорошо. Поэтому, конечно, будет у него достаточно денег установить установку климат-контроля, которая будет вовремя, так сказать, паром обогащать пространство и прочее, это было бы правильно, потому что сухой воздух пустынь не в духе нашего рака, ему тяжело в такой обстановке. Поэтому, в данном случае, за этим надо послеживать. Но даже если нету таких возможностей, то, конечно, в парогенератор периодически надо включать какой-то там копеечник, который будет пшикать паром зимой у рака, это, конечно же, необходимо. Ну что ж, все, что напоминает воду по цвету и форме, это как раз то, в чем нуждается рак, что создает ему приятное воспоминание о его доме. Но было бы все просто, если бы это все было ограничено одними картинами. Мы пометуем о том, что психологическое состояние для рака может быть еще более важно, чем, собственно говоря, интерьер в этом доме. Поэтому дом, где его любят и ждут, где его ценят, где он точно знает, где ему будет хорошо и уютно среди близких людей для него в приоритете. Поэтому если дома скандалы, постоянное выяснение отношений, потреснувшие взаимоотношения весьма, да хоть с золотом этот дом обмаш, раку в нем будет неуютно и заходя в его стены он будет заболевать. Поэтому для него очень важно, чтобы он жил среди людей, которые его понимают, любят и ценят. Это можно высказать в виде пожелания, но нельзя гарантировать. Но если мы сейчас говорим об идеальном жилище рака, который нарисует в своих мечтах, оно выглядит именно так. Он должен знать, что он востребован, любим, уважаем, что в нем нуждается, что он действительно человек нужный, ценный для этого семейства. Что еще преследует рак, создавая свое идеальное жилище? Максимальный комфорт. В этом доме должно быть все разумно, спланированно, здесь должно быть все, что необходимо для жизни, и вызывать удовольствие от присутствия в четырех стенках. Почему я так говорю? Потому что по натуре рак домосед. конечно жизнь может вынуждать быть общественным деятелем, ездить бесконечно и чем-то заниматься, но если мы разбираем идеальный мир, то по возможности рак бы свой домик собственно говоря бы не покидал. Помните, любой врачок таскает за собой раковину, которая является для него домом, защитой и так далее. Ведь когда присваивался знаку зодиака определенный символ, учитывали психологические особенности людей, которые попадают под этот знак. И другого было и не предложено. В одних гороскопах рака называют крабом и так далее, но суть остается одна. Эти сущности носят свое жилище с собой и в этом отражается сам взгляд рака на свой дом. Дай ему волю, он бы вообще этот дом не покидал. А если надо выйти, желательно таскать его с собой. Вот в чем суть. Это домоседа в чистом виде этого слова. Поэтому и комфорт, и продуманность всего, и функционала в доме для наших раков исключительно важны. По этим обстоятельствам. Потому что дом должен быть самодостаточный, чтобы в нем было комфортно, и ничего этот комфорт не нарушил. Вот вам и ответы на все вопросы. Даже что касается гостей. и знаки, которые очень любят делать визиты к людям, так сказать, чтобы пообщаться с кем-то и так далее. Рак же предпочитает гостей принимать на своей территории, для того, чтобы, собственно говоря, в приятном обществе, но в собственных стенах провести какое-то время с людьми, которых он назначил своих друзей. Ну что вот, вот вам и ответы на все вопросы. Мы такие, какие мы есть, дорогие мои друзья. Поэтому это надо учитывать, надо понимать. И вот худо бывает, когда люди встречаются, например, для совместной жизни, и начинают строить самоотношения по собственному образу и подобию. Да, значит, ты должен делать так, как я решил. Но ведь лучше знать о человеке больше перед тем, как связать с ним жизнь. Вот вы, например, любите ходить в гости. Но вышли замуж или женились на представителе знака рак. И выясняется, что он не хочет. Я вам объяснила, почему он не хочет. Потому что он по-другому смотрит на эти вещи. Но причина для скандала тут явно уже прорисовывается. Поэтому прежде, чем соединять свои судьбы с кем-то, лучше знать об этом человеке максимально много. Я ведь не случайно делаю такие развернутые видео буквально на несколько часов, только для того, чтобы вам разъяснить нюансы человека, которых он молчит и, быть может, вам не говорит об этом. Ну, так я для этого. Для того, чтобы вы поняли, что знак рак не желает таскаться по гостям, сотрясаться на всяких дискотеках и вообще никакой нужды в этом не видит. Так что можете не затевать с ним этих разговоров, кроме недоразумений из скандалов это ничего не вызовет. Вам это не подходит? Ну, тогда вам не подходит этот сам знак. Поищите кого-нибудь более подвижного и летучего, полюбите близнеца и будете с ним ходить на дискотеке бесконечной, даже домой не будете заходить. Разное в жизни бывает, поэтому друг о друге надо знать на переправе, а не потом портить жизнь себе и своему партнеру, недоумевая, почему вдруг у вас не складываются обстоятельства. Просто вы разные, дорогие мои друзья. Еще, дорогие мои познающие своих близких, которые родились под знаком рак, в них много удивительных вещей, и о них надо знать до того, как вы действительно начнете с ним портить взаимоотношения, потому что вы его просто не понимаете. Что я пытаюсь до вас донести, дорогие мои друзья, вот супер замкнутость, супер зацикленность на своем внутреннем мире прилагается к знаку рака, об этом нужно знать. И даже если рак вам никогда не скажет, то дай ему волю, он бы построил свой индивидуальный домик, а над ним бы еще один домик построил, чтобы в этот домик, которым он живет, ничего не проникало. Такова его особенность. Вот эта замкнутость, камерность, зацикленность на своем внутреннем мире, на своем внутреннем пространстве к нему прилагается по определению. Поэтому для него очень важно, чтобы этот дом был защищен, был крепостью, где крепость этого дома не только в толщине стен, конечно, выражается, а в крепости взаимоотношения людей, которые в нем проживают. Чтобы кругом были единомышленники, люди, в общем-то, понимающие друг друга. Поэтому дрязги какие-то, выяснение отношений, какие-то нелицеприятные вещи, оскорбления для рака невозможны. Они разрушают его внутреннее пространство и, соответственно, если мы говорим о болезнях, такие болезни выращивают и счастливым его, конечно же, не делают. И еще, если вы хотите создать ему максимальный комфорт в жилище, где проживает рак, вы должны понимать, что он невероятный собственник. У него должны быть вещи, принадлежащие только ему. Вы не думайте, что он брезгует, например, с вами разделить, например, чашку, или почему он так часто нервничает, когда садятся в его любимое кресло и прочее. Помните, что дом в доме, если он что-то определил, как свое личное, он бдительно следит за тем, чтобы это принадлежало только ему. Для него важно, чтобы в доме, где даже много комнат и, собственно, говоря, много людей, у него был свой мирок, где он может уединиться, где никто не посягает на его личное пространство, на его личные вещи. И его раздражение, когда вы эту вещь хватаете, я вам сейчас разъяснила, почему с ним это происходит, потому что это его, ему лично принадлежащее, он не хочет это ни с кем делить, для него важно, что это его личное пространство. И раку, конечно, желательно предоставить отдельную комнату, куда никто не будет вламываться, и даже если это ребенок, которого вы выращиваете, вы тоже должны понимать и ценить, у него нету возможности отдельной комнаты, свой угол, но это считайте его личным пространством, не вторгайтесь туда, не устанавливайте там собственные порядки, не заставляйте его жить по образу подобию вашему, потому что это просто разрушает его внутренний мир, тогда он чувствует себя незащищенным, голым, и даже находясь в четырех стенках, он не чувствует защиты этого дома, потому что сюда каждый может прийти, здесь все может развалить, по-своему построить, по собственному почину разложить, так как считает нужным этот человек. А раку надо предоставить возможность обустройства так, как видит он, и только при таких паритетных основаниях и отношениях, он будет себя чувствовать здесь комфортно и замечательно. Так что не вторгайтесь туда, куда вас не приглашают, ничего не трогайте, не вами положено. Помните, как говорит царевна-легушка Иванова, который торопливо сжег ее шкурку в надежде на то, что теперь она останется в таком прекрасном облике соблазнительной красавица. Говорит, не ты одевал, не тебе и снимать. Вот это, пожалуй, про жизнь рака. Не вам и положено, не вам и брать. Уважайте его пространство, и только тогда он на той территории, которая его защищает и оберегает, будет чувствовать себя и здоровым, и счастливым, и прекрасным. А в конце нашего видео, как всегда, Донецк, деят рука дающего, добрые люди еще есть на белом свете, и их поддержка мною высоко оценена. Пусть вам вернется и приумножится. Здесь можно было бы попрощаться, дорогие мои друзья, но, как всегда, я рекомендую вам заглянуть еще в одно видео, которое называется Кулинарный словарик. Это называется достаточно скучно, но для пытливого ума ничего скучного не бывает. Там будут термины, которые обогатят ваш словарный запас, ознакомят вас с необходимыми вещами, которые, возможно, применимы и в ваших кулинарных опусах. И вообще, это делаю с любовью, считаю, что каждому человеку надо знать достаточно много. Слова новые, удивительные, так что, я думаю, что вам будет о чем там подумать, что-то записать в свой словарик. В общем, прошу вас зайти и посмотреть, что там для вас приготовлено. С вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok